К концу года у Запорожья будет новый генеральный план. Об этом сообщил мэр Владимир Буряк на встрече Вознесеновской райадминистрации. Там предприниматели, представители профсоюзов, руководители предприятий и учреждений обсудили с городским головой наиболее актуальные вопросы из жизни района и города. Подробности в сюжете. Лицо и сердце города. Так запорожцы говорят о Вознесеновском районе. Сейчас тут проживает свыше 100 тысяч человек. Работает довольно много крупных предприятий. Бизнес тоже развивается. Для удобства местных жителей в районе действуют десятки школ, детсадов, больниц и других учреждений. 7 высших учебных заведений, 21 область образовательная школа, 17 дошкольных заведений. В области культуры на нашей территории района находятся 7 театров, 15 центров культуры и отдыха, 3 дворца культуры, дворец Титан, Орбита, Днепр, Спецсталь, 7 библиотек, 22 детско-юношеские спортивные школы. Ну и также уникальные по своей сути, вы, наверное, знаете об этом, это музей техники и фаэтон. В этом году на благоустройство района из горбюджета выделено почти 116 миллионов гривен. Об этом сообщал мэр Запорожья Владимир Буряк. Отметил, в первую очередь средства пойдут на завершение проектов, которые не удалось реализовать в прошлые годы. Так, почти 29 миллионов гривен будут потрачены на ремонт в Вознесеновских детсадах и школах. Самые масштабные работы будут проводиться в 77-м детском саду. На его реконструкцию предусмотрено свыше 14 миллионов гривен. Ремонты в этом году начнутся и в лечебных учреждениях. Почти 8 миллионов город намерен потратить на реконструкцию центральной районной больницы. Свыше 11 миллионов предусмотрено для больницы экстренной и скорой помощи. Особое внимание уделялось и сфере ЖКХ. В перспективе ремонт домов, лифтов и кровель, замена освещения и реконструкции дорог. Порядка 21 миллиона гривен по Вознесеновскому району на ремонты дорог, тротуаров. На магистральные дороги, которые проходят по Вознесеновскому району, 5,6 миллионов гривен. Это порядка 25 тысяч метров квадратных дорог. По благоустройству по району Вознесеновскому на реализацию этих работ 29 миллионов. Мы планируем и установку новых лавочек, покупку новых лавочек, установку, озеленение, наведение порядка, новые урны. Дальше порядка около миллиона в Вознесеновскому району выделено на, будем так говорить, кронирование и обрезку деревьев. Также в планах инвентаризация мостовых переходов, масштабная реконструкция проспекта Маяковского, установка 15 детских и 14 спортивных площадок, ремонт местных дворцов культуры и спорта. Также в районе будет построен центр предоставления админуслуг. В целом, рассказал мэр, такие же работы будут проводиться и в других районах города. В планах привести в порядок свыше двух сотен подъездов и отремонтировать 650 лифтов. На подъемники город выделил 89 миллионов гривен. Еще 15 миллионов пойдут на замену коммуникации многоэтажек. Также в приоритете у Горсовета поддержка ОСМД, ремонт магистрали и внутриквартальных дорог и дорог частного сектора, ликвидация стихийных свалок и замена освещения. В 2016 году 37 миллионов гривен на текущий ремонт содержания сетей внешнего освещения. 4,5 миллиона будет направлено на строительство новых сетей освещения. Это 31 улица. В основном это будут улицы частного сектора. Если в целом раньше по 2016 году, мы планируем выполнить работы по строительству и освещению в общем объеме порядка 60 улиц города Запорожья. После доклада участники встречи задали мэру наиболее актуальные вопросы. В свою очередь городской голова призвал предпринимателей содержать в порядке закрепленные за бизнесом территории, а запорожцев беречь то, что уже было сделано в городе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!